Всем привет! Меня зовут Ксения, и в этом видео давайте с вами разбираться с испанскими глаголами, которые используются в отношении одежды. Их не то чтобы много, но они часто путаются у изучающих испанский язык, поэтому давайте внесем ясность в это все дело. Но прежде чем мы начнем, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Самый первый глагол, который мы возьмем, это многозначный глагол «евар». Я скоро выпущу еще одно видео отдельно про «евар», потому что у него очень разные значения, вы найдете его здесь. «Евар», когда речь идет о одежде, используется, чтобы передать мысль «я ношу что-то», «ношу сегодня что-то», то есть «на мне что-то одето» или «я вот обычно ношу что-то». ¿Qué lleva Penélope Cruz en esta фотография? Лева un sombrero, un jersey marrón, unos vaqueros y unas sandalias de tacón. Также в этом значении может использоваться глагол «усар», использовать, но не так все-таки часто, как «евар». «En la temporada primavera-verano» se van a usar los pantalones de campana. В сезон весна-leta будут использоваться расклёшенные брюки. Следующий глагол – это глагол «ponerse», который неправильный, да, в настоящем времени он спрягается как «me pongo, te pone, se pone, nos ponemos, os ponéis, se ponen». «Ponerse» всегда используется с дополнением, то есть вы всегда говорите, какую вещь вы наденете. Например, «que me pongo hoy?» Можете вы спрашивать себя с утра для пущей тренировки. «Что бы мне сегодня надеть?» «Que me pongo hoy?» «Voy a ponerme?» И начинаете перечислять. «Por ejemplo, voy a ponerme una camiseta, unos vaqueros y una chaqueta». «Ponte la chaqueta», «que hace muy frío fuera». «Одень куртку» – на улице очень холодно. «Ponte la chaqueta». Глагол «poner» – неправильный, своя форма императива. «Ponte». Тут же хочется сказать про глагол «облигарse». Это очень такой специфичный глагол, который вас выручит, когда вы захотите сказать «оденься потеплее». Потому что по-русски это просто «оденься» и вы добавляете «потеплее». А по-испански это отдельный глагол. «Pelar» – это снимает шкурку с чего-то, то есть такой холод, что аж прям как будто кожу с тебя снимает. Дальше такой общий глагол «одеваться». Ну, например, с каким-нибудь наречием может использоваться. «Одеваться как?» «Ме висто bastante rápido». «Я одеваюсь достаточно быстро, мне нужно минут пять, чтобы одеться». Также можно сказать, например, вот в какой цвет человек одевается всегда. «Се висто siempre de negro». А вот если вам хочется сказать «мне нравится, как она одевается», то тут вы скорее по-испански скажете «me gusta su estiro». «Мне gusta su estiro». Дальше. Вот мы, значит, что-то надели. Теперь, как сказать, что «сними что-то». Вот вы зашли в помещение, да, вот «сними». Это «китарсы». И это вы можете использовать как про одежду, так и про обувь. И глагол «poner» тоже можно использовать как про одежду, так и про обувь. До обуви мы дойдем чуть попозже. Там есть такой особый глагол для «одевать обувь». Но в целом «ponerse» и «kitarse» хорошо работают как для одежды, так и для обуви. Поэтому вы можете сказать «kítate esta chaqueta». «Сними эту куртку». «Kítate esta chaqueta». «Kítate esta chaqueta». «Kítate esta chaqueta». «Kítate esta chaqueta» – это вот снять какой-то предмет одежды. А есть еще и более специфичный глагол «раздеться догола». «Desnudarse». Там вот в серединке корень «nudo», «desnudo», точнее говоря. «Golый». То есть, и, ну, я думаю, что не часто вам придется услышать что-нибудь типа «desnudarse, por favor». Ну, разве что у врача где-нибудь. Но знать нужно. Очень интересный есть в испанском глагол для того, чтобы сказать, что вы что-то одеваете в первый раз. И вы одеваетесь, чтобы вот так вот показать это. Это глагол «estrenar». «Estrenar» буквально значит, буквально это и значит «показать в первый раз». «El estreno» – это премьера. Премьера фильма, например, так называется. Но вот вы можете «estrenar un vestido». «En la bota de Verónica voy a estrenar un vestido nuevo». На свадьбе у Вероники я одену новое платье. Вот, первый раз свое красивое платье покажу. «Estrenar un bolso» – сумку, да, тоже первый раз, как-то можно так сказать. Тут хочу добавить слово «una prenda». Пока оно не забылось, это любой предмет одежды. «Una prenda». Потом «probar», который спрягается как «pruebo», «pruebas», «sprueba» и так далее. Это значит «мерить». «Puedo probar este pantalon». Я могу померить эти брюки. Обратите внимание, кстати, что по-испански «pantalon» – единственное число. То есть брюки по-испански «este pantalon». И от глагола «probar» происходят существительные «los probadores», примерочные. «Perdona», «Donde están los probadores?» Извините, где тут у вас примерочные? Потом мы, например, хотим спросить или сказать, как нам, как сидит какая-то вещь, да? Это глагол «quedar». «¿Qué tal te queda la falda?» Так там тебе юбка сидит. «Es un poco estrecha». «Es un poco ancha». «Es un poco corta». «Es un poco larga». «Y a mí me parece que te queda fenomenal». А мне вот кажется, что она очень классно на тебе сидит. Также в этом значении может использоваться глагол «ir». «Este traje te va muy bien». Тебе очень идет этот костюм. «Este traje te va muy bien». «Essos pendientes van con todo». Эти чережки ко всему подходят. По крайней мере, ко всей моей одежде они точно подходят. И еще глагол «sentar» тоже в этом значении может использоваться. «Sentar». «Как сидеть». «Как тебе сидит вот эта юбка». «Este chaquette me sienta muy bien». «Глагол combinar». «Комбинировать». «Будет очень легко запомнить». «Me gustan los vestidos lisos porque los puedo combinar con diferentes elementos». «Мне нравятся платья без рисунка», потому что я их могу совмещать, комбинировать с разными элементами одежды. Дальше не глаголы, а про размеры хочу сказать. Размер одежды – это «taya». Если вы скажете, что у вас размер «ese», «eme», «ele», «exe», «ele», то вас поймут в Испании. Сейчас я задумалась, и, честно говоря, я так навскидку даже и не скажу, какие в Испании размеры, если в цифрах. Потому что, возможно, вы знаете, в каждой европейской стране у них свои. размеры, так, по цифрам. И, в общем, «ese», «eme», «ele», «exe», 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 «ele», и вас поймут. Размер обуви – это «numero». И если вы хотите спросить у кого-то вдруг, у вашего нового испанского знакомого «¿Qué número calzas? ¿Qué número calzas? Amigo mío? Какой у тебя размер обуви? То вот здесь вот появляется вот этот вот специфичный испанский глагол «calsar». Ну, специфичный он потому, что он именно про обувь используется. По большому счету, особенно на начальном этапе, можно не запоминать вот этот вот «calsar». Хотя, с другой стороны, от глагола «calsar» происходит «calsado». А «calsado» – это вся обувь. И, например, обувной отдел в магазине он называется именно «calsado». Ну, может быть, где-то… Смотрите, магазин может как-то где-нибудь написано. «Calsados». Но вообще, «el calzado» – обувь. И, наконец, чтобы завершить, хочу оставить вам одну поговорку. Даже пусть мартышка одевается в шелка, она все равно остается мартышкой. Это о том, что одеждой не всегда, а может быть, даже никогда нельзя замаскировать какие-то происхождения человека, его бэкграунд, как мы сейчас говорим. Вот. Достаточно частотная испанская поговорка. Уверена, что в ближайшее время она обязательно вам встретится. На сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось. Пожалуйста, посмотрите лайки, если вы еще этого не сделали. Подпишитесь на этот канал. А я с вами прощаюсь. До следующего видео. Адьес. Субтитры сделал DimaTorzok